Всем привет. Меня слышно? На дальних рядах слышно? Нет? Нет? Отлично. Собственно, сегодня я расскажу вам про то, как добывать данные в интернете. Возможно, вы знаете. Это похоже на ту тему, которая была до этого. Немножко другая. Да. Меня зовут Егор. Мне 27 лет. Я 7 лет работаю в IT. Последние три года работал с дружелюбными арабами, и мы делали мир лучше. Хорошо, что не наш. Мы занимались майнингом данных и обеспечивали всем безопасность. Собственно, есть три популярные… Ну, две. Пускай тут две. Так две. Есть две популярные темы. Это machine learning, блокчейн. Но всегда есть проблема с тем, что они то взлетают, то падают. Неважно. Самое главное, что мы всегда беспокоимся о данных. Даже CI тому подтверждение, предыдущие доклады. Собственно, данные так важны, что на них можно неплохо зарабатывать. То есть, если у вас есть какое-то количество подписчиков, которые вас смотрят, или у вас есть какие-то ролики популярные, вы можете зарабатывать примерно по такой схеме количество денег. То есть, 7 миллионов подписчиков уже, в принципе, неплохо. То есть, это данные, видеоконтент, все дела. Вот. О чем мы сегодня не будем говорить, это о том, как воровать данные вот прям вот по злому. То есть, когда вы втираетесь в доверие, закидываете кому-нибудь троянчик и зарабатываете. Ну, то есть, не очень дружелюбно, поэтому не будем говорить. Вот. Поговорим сразу о нескольких историях, таких довольно интересных. Немножко будет про UI, немножко будет про фриланс. Возможно. Собственно, самая первая тема это вот… Я не хотел про это говорить. Собственно, авиасейлс. Кто знает? Пользовались, нет? У него очень простой workflow. Они берут партия данные с сайтов авиакомпаний и показывают вам. Это было популярно где-то в году 2013, когда особо таких вот крупных сайтов не было. Было много маленьких и у сайтов авиакомпаний не было API. То есть, вы должны были зайти на сайт авиакомпаний, прям вот распарсить все, что там есть, получить данные и точно там примерно сказать, ага, билеты есть, билетов нет, рейс перенесли или нет, эти данные постоянно меняются. Вы не можете однозначно сказать, а можешь ли ты купить билет. То есть, авиасейлс потом все такие сайты купил и похоронил, но их было очень много. То есть, вот примерно, если не верите мне, то вот примерно 2013 год. Собственно, сейчас вы можете сделать свой авиасейлс довольно просто. Вы можете зайти на Google авиабилеты, получить отсюда данные, можете в таком виде, можете как-то распарсить, превратить это в JSON, ну и, собственно, сделать какое-то мобильное приложение по покупке билетов. В принципе, не так сложно и можно, в принципе, зарабатывать 5-7 тысяч в месяц. Собственно, второй кейс это о машинах. То есть, мне тоже очень нравится. Есть всегда такие перекупы, которые неплохо зарабатывают на машинах. Раньше они зарабатывали больше, то есть, они в среднем накидывали полтора-пять тысяч на машину и жили припевающе. Сейчас конкуренция возросла и у них такая проблема, что они должны быстрее всех увидеть объявление, быстрее всех позвонить и купить машину максимально классную, максимально дешево. Ну, кто первый, тот и выиграл. Максимально много билетов. И, по сути, они сейчас автоматизируют этот процесс. Многие получают смс о том, что какое-то объявление, та марка или та модель, тот год, который нужен, есть на рынке, они быстро звонят, быстро решают вопрос прямо вот в 2-3 клика. Собственно, такие системы пишут. Даже у автору есть сервис, где вы получаете объявление чуть-чуть раньше, чем все остальные, и, в принципе, у вас есть вот эта дельта, на которую вы можете заработать. То же самое с сериалами, с фильмосами и со всем остальным. Вы, в принципе, можете парсить группы, да, то есть есть паблики, где какой-то сериал там постоянно обновляют. Вы туда заходите, собираете все серии, делаете свой портал, и, ну, и, в принципе, как бы тоже можно на этом как-то жить. Про данные. Сейчас популярная тема больше не делать вот такие штуки для перекупов, а гораздо веселее делать вещи, когда вы пользуетесь данными более умно. То есть вы, например, собираете все данные о всех, там, например, топ-10 стартапов. 10% популярных стартапов, которые стартанули, и смотрите, например, ушли ли какие-то ключевые люди из этого стартапа или нет. И за счет этого, например, можете участвовать в каком-то ICO и рассчитывать, что вы там заработаете. То есть вот такие проекты делают, их много. В Минске как минимум 10 компаний этим занимаются. Вот одна из минских компаний. Собственно, я пытался делать похожий сервис, похожий на… Сейчас. Как его? Забыл. Неважно. Собственно, есть проблема такая, что зачастую у сайтов нет API. Или оно было, а потом пропало. Или было и стало платным. А вы уже сделали что-то свое, какое-то хорошее приложение, и вам эта API, вот, кровь из носа нужна, чтобы дальше зарабатывать. Собственно, даже у SeasonWare есть какой-то API, бог с ним, но им пользоваться неудобно. Ну, по крайней мере, в таком виде. Вот, например, Instagram мог в один момент сказать, все, а вот эта API не будет у вас. Собственно, что люди делают? Они заходят на веб-версию любого приложения, если она есть веб-версии, и оттуда достают данные, которые нужны. Или с музыкой. Еще более прикольный пример. Очень популярные приложения на мобильнике, которые позволяют все равно, даже нет API, все равно слушать музыку во Вконтакте бесплатно. Раз в месяц их банят, но не выпускают новую версию, там уже все нормально, и опять в месяц вы можете пользоваться. Ну, так вот и живут, как минимум. Собственно, у коди. Есть два простых метода, которые позволяют решить задачу. Либо, ну, грубо говоря, сначала мы должны сделать какой-то запрос, получить данные сервера, а дальше мы можем превратить данные, которые мы получили, например, некий HTML, в какой-то более удобный JSON и уже с ним работать. Ну, вот, к примеру, да, давайте так, построчно. То есть у нас есть две вещи. Нам нужен какой-то реквест, нужен какой-то обработчик, чтобы удобно разбирать HTML. Собственно, мы делаем запрос, получаем ответ, ответ оборачиваем в черри. Черри позволяет сделать объект jQuery подобным, чтобы было проще. Ну, и обзовем это парсером. Да, вот у нас такой вот суперпарсер. И он принимает какие-то параметры. Все. Черри работает таким образом. Мы грузим туда какой-то HTML, на выходе получаем jQuery. Для работы с ним, ну, jQuery примерно все знают, да? Или нет? Или уже нет? Ну, просто jQuery уже говорят, не используйте jQuery. Может, кто-то уже не знает. Так. Какие с этим ограничения, да? У нас весь контент, который мы сегодня делаем, он динамический. То есть, ну, как минимум, есть какой-то JavaScript, который что-то туда догружает. И если мы будем просто использовать HTML, то у нас возникает проблема с тем, как бы вот этот вот динамический контент на сервере-то отобразить, чтобы мы могли его хотя бы как-то разобрать. Вот. Ну, все-таки 2017 год прошел. Phantom.js умер. То есть, ну, как минимум, его не поддерживают. Нет ни одного разработчика, который бы его разрабатывал. Ну, а появился Headless Chrome. Это такой вот Chrome, который можно запустить на сервере довольно дешевым образом. То есть, нам не надо реальный Chrome устанавливать, скачивается Store, все дела. И мы можем с ним… Ну, есть несколько способов с этим всем работать. То есть, какой-то высокоуровневый API. Ну, самое популярное из них — это Puppeter, который поддерживается командой из Google. У них самое клевое API. Они максимально быстро его развивают. За год он прям очень хорошо развился. Собственно, как он работает? То есть, есть вот этот Puppeter, есть протокол DevTools, по которым общается Puppeter с браузером. Поверх этого протокола написано API для JS. Все. Все, что надо знать. Вот. Возьмем старую демку и чуть-чуть ее модифицируем. Да, сделаем ее более динамической. Собственно, в первых двух строчках мы запускаем браузер и говорим, нам нужен UI, чтобы посмотреть, что там происходит. Или нам он не нужен. Мы там в автоматическом режиме работаем. Дальше для того, чтобы отрендерить страницу, нам все-таки нужно какое-то пространство на странице. Мы задаем какую-то ширину, высоту, чтобы хоть что-то отрендерить. Ну, и дальше мы переходим на какой-то сайт и можем, например, сделать скриншот. Ну, такая бесполезная опция, но как бы можем. И дальше нам надо закрыть браузер, чтобы у нас не утекла память. Собственно, все. Ну, если вот старую демку модифицировать, тогда нам получается, что вот мы раньше загружали и делали jQuery объект, а с Puppeter мы получили какой-то HTML. И все равно какой-то динамический объект нам. Хотелось бы все равно привести его к какому-то виду, чтобы легко делать разбор страницы. И мы это можем. Потому что мы можем запустить браузер, дальше получить контент страницы в виде HTML и дальше трансформировать его уже в jQuery объект. Ну, и по старинке работать. То есть мы привели более динамическую страницу к старому виду, и нам довольно просто с этим всем жить. Вот. Ну, к примеру, что мы можем сделать? Например, мы… Да, это случайные слайды. Да, вот они случайно-то забрались. Я не знаю, ну, для юзеров, да? Вот. Ну, хотел всем показать. Собственно, смотрите. Например, у нас есть какой-то товарищ. Ну, или мы, грубо говоря, вот сделали наш гениальный проект, наш стартап. И мы хотим максимально большому количеству людей рассказать. И мы хотим вот максимально точечно в них разослать все. Что мы можем сделать? Например, очень много разработчиков на GitHub. И смотрите, они на GitHub оставляют свое мыло. Да, мы можем просто им тупо написать. Мы знаем имя, знаем, кто он. Примерно можем даже по тегам отферлитровать, чем он занимается. Собственно, вот. Собственно, как мы можем искать? Мы можем искать по имени, да? Банально. По должности. И что с этим можно делать? Мы можем разобрать GitHub, но единственная проблема, которая у нас встает, то, что надо авторизироваться. Авторизация — это, в принципе, такая вот задача, которую приходится решать. Как ее решить? Мы можем сделать две функции, например, авторизацию и поиск. Ну, еще нам надо как-то по страницам походить. Ну, и, собственно, выгребьте все данные с каждой страницы. То есть вот такая вот простая задача. Собственно, авторизацию можно вот так вот записать. Если тяжело читать, то давайте по строчкам быстро пройдемся. У нас есть логин, пароль, у нас есть селекторы, то есть мы знаем классы какие-то, где что лежит. И дальше мы можем перейти на страницу, заполнить input, нажать на него, заполнить другой input, нажать на него, нажать на кнопку, что мы засубмитили, ну, подождать, пока страница все-таки отправится, придет какой-то нам ответ, что все чики-пуки. И дальше мы можем авторизироваться. Авторизировались, мы можем перейти на поиск и пользоваться внутренним контентом, засекреченным за паролем. То есть можем искать пользователей. Вот таким нехитрым способом, просто query параметры меняя в URL. Так. И дальше мы можем пройтись по страницам. Давайте тоже быстро эту дамку разберем. Вот мы прошлись. Потом примерно таким же образом выгребли всю метаданную о пользователе. То есть взяли, где у него имя, где имейл, перешли на страницу, подождались, пока контент загрузится на странице, потом jQuery разобрали, быстренько выгрузили это все, и вот готово. То есть не так сложно. В принципе, 121 строчка кода, в принципе, вот без каких-то знаний программирования можно попытаться это сделать. Ну, по документациям. Собственно, если не верите мне, давайте вот демку посмотрим. Вот. То есть есть некий тест, который вот по сути выполняет все то же самое. Только здесь включено все с режимом отображения. В Puppet'ере можно посмотреть, как бот будет ходить по браузеру и что будет делать. Собственно, ну и мы пошли вот сканить все страницы, сколько там у нас страниц накопилось. Мы идем, сканим, смотрим. Ну и вот уже 20 страниц. Оп. Ну и в принципе вот мы прошли тест. Мы указали, что у нас будет максимум 20 страниц, что все нормально. Ну, такой вот супер тест. Ну и чтобы точно убедиться, что все работает, мы можем вывести это в консольку. Да, вот каких-то пользователей. Посмотреть, что точно все работает. И вот как бы вот какие-то пользователи. Ну, примерно вот так это вот работает какой-то вот парсер, самый простой. Ну, если у вас есть вопросы, давайте быстренько решим, что в предыдущей демке непонятно. Все понятно. Смотрите, например, есть LinkedIn. Примерно как GitHub, да? Довольно популярный. То есть в России он не работает, он запрещен, а в Беларуси вполне нормально. У него есть, например, некий токен, который лежит в куке, который можно просетить, и LinkedIn считает, что мы авторизованы. В принципе, вот так это все работает. Ну, не только LinkedIn, поэтому давайте эту демку разберем. То есть у Папертера есть возможность сеттать куки, чтобы мы не писали эти функции для авторизации. То есть мы можем завести пользователя, один раз генерить какой-то токен авторизации, и у нас все будет нормально. Вот. Где этот токен взять, если вы вдруг не знаете, есть DevTools, где можно этот токен получить. Вот. Собственно, мы взяли токен, только мы делаем для GitHub, чтобы все работало везде. Вот. Ну, в GitHub тоже есть User Session. То есть все то же самое, только с GitHub. Оп. Ну, собственно, демка такая, что переходим на авторизованную страницу и выводим имя пользователя, который на этой странице находится. Такая простая демка. Самое прикольное, что мы можем комбинировать два способа. Первый, который для статики, и второй, который для динамики вместе, для того, чтобы один раз решить задачу и больше никогда об этом не думать. Ну, например, как? Есть такое, как setContent. Мы можем получить статику, обработать ее, решить, что это статика. Например, там есть селекторы, которые нам нужны. Значит, все нормально. Нам дальше ничего делать не надо. Если селекторов нет, но мы подразумеваем, что они должны быть на странице, мы можем загрузить это в Puppeter. Он подгрузит это JS и все, что нужно, выполнит. Мы получим уже более полную страницу и можем дальше с ней работать. То есть вот такое упрощение. Вот. Единственное, что нам надо каким-то образом узнать, а когда он это все выполнил. То есть когда он догрузил динамику, все скрипты, все, что нужно, и выполнил. Возможно, это некая проблема на стороне клиента. Собственно, смотрите. Вот так это все работает. У нас есть один драйвер, который работает для обычной статики. Есть второй драйвер, который работает с Puppeter. Ну и мы можем какой-то флажочек сказать, чувак, нам пофиг, нам хотелось бы динамики. То есть вот такой флажок. То есть мы потихонечку пишем более такой сложный парсер. Да, вот мы можем загрузить какие-то урлы, прочекать некий origin, чтобы сравнивать, ага, это тот урл или не тот. Ну, тот сайт, который мы решили, что он динамический или нет. Вот. И вот такой вот код это все разруливает. Ну, не будем останавливаться. Собственно, например, есть сайт онлайнера, который, если мы вдруг хотим воровать оттуда машины, вот, он не работает без JavaScript. Да, то есть мы что-то можем получить, что мы на нужной странице, что там какие-то параметры, какая-то реклама, что это все вот есть без JavaScript. А с JavaScript оно вот так. То есть нам нужен сам список объявлений, к примеру. Да, мы можем вот так это все прочекать, вот так вот поставить селекторы и посмотреть, что все работает. Ну, и на клиентской стороне мы можем это вынести в консоль. Собственно, вот так. И смотрите, мы чуть-чуть выиграли в скорости. Где-то на секунду дольше, где-то на секунду меньше, где-то на 2 секунды. В чем разница? В том, что в каких-то случаях мы не грузили динамический контент. Но скорость не такая, ну, разница не такая большая, потому что поднятие самого браузера может подвесить вообще весь поток. То есть это довольно затратная операция, как ни крути. Как ускорить это все? То есть, окей, мы сделали парсер, но нам бы хотелось перерабатывать миллионы страниц, а не сотни страниц там на нашем дешевом сервере каком-нибудь за 5 долларов. Собственно, что мы можем? Мы можем сделать, например, браузер, решить, когда он закрывается, закрывать его почаще или пореже. Мы можем один раз поднять браузер и внутри от него открывать страницы. В разных страницах грузить параллельно разный контент, а потом в одну сессию дропать браузер, когда, например, мы не пользуемся парсерами. Ну, это немножко быстрее будет. И тогда мы, например, можем загрузить какие-то сайты с гугла каким-то листом и проверить, что этот способ действительно работает, например. Ну, а вдруг он не работает? Вот. Это ж не PHP. Тут как бы все попроще. Собственно, вот так мы это все грузим. Вот тут мы все это обрабатываем. И дальше мы просто через какой-то перформанс-чекер выводим, насколько долго выполнялась операция. Вот. Сравниваем с каким-то эталонным временем. Как бы… Ну, интернет не всегда хороший. Это все-таки может быть и Е6. Собственно, смотрите, мы получаем довольно хорошие результаты. В принципе, в среднем мы… Ну, у нас результаты стали в районе одной секунды. То есть мы не на каждую итерацию открываем браузер, а довольно редко. Во-вторых, у нас иногда проскакивает статика. То есть мы в пределах полусекунды действуем. Ну, вполне неплохо для решения данной задачи. Собственно, мы можем еще все оптимизировать. Google любит вставлять рекламу, которая, в принципе, нам вообще неинтересна, если мы воруем контент-сайты. Нам важен контент-сайты, нам не нужна реклама, например. И у нас есть такой вот способ. Он довольно интересный. Он подходит для решения многих задач, не только выключение рекламы. То есть мы можем делать какие-то whitelist и blacklist примерно как отблок. То есть отблок мы тоже можем загрузить, я потом расскажу, как. Самое главное, что мы можем сделать файл-интерсептор. По сути, Puppeter грузит файлы из хедера по одному, и мы можем получить доступ к чему, какие файлы он загрузил, что в кэше есть, чего нету, каким ресурсом он сейчас грузит, получить сам стрим этого файла, ну и что-то с этим делать. Мы можем просто сказать, не надо нам этот файл грузить, мы не хотим. То есть мы имеем доступ немножко выше, чем вы имеете доступ через JavaScript. Собственно, вот этот интерсептор позволяет это все прослушивать на каждый запрос. То есть мы каждый запрос прослушаем, смотрим, что грузит браузер. И если он грузит то, что нам не нравится, мы его стопаем. Ну, для примера можно сравнить вот скорость before и after. То есть банально мы выключили всю рекламу и трекеры, всякие, а пишки, метрики на GitHub, ну и сравним два результата до выключения и после. И разница, она есть, но она не такая большая. Но на сайте, где будет много рекламы, разница будет прямо ощутима. Где есть флеш-реклама, какие-то скрипты тяжелые. Мы можем вообще об этом не париться. Мы можем все скрипты, всю рекламу скачать как каким-нибудь одним листом, который используется ребятами для создания от блоков. Он прямо есть в open source. Мы можем скачать какие-то дополнительные модули, а можем просто включить от блок в самом Puppeter. То есть Puppeter поддерживает все плагины, которые есть под Chrome. То есть мы можем их просто скачать из Тора и положить. Собственно, тут я не делал разбитие по строчкам, но суть в том, что вы качаете файл, ложите в какую-то папку и флагами указываете, а где у вас папка с расширениями. И дальше указываете, какие расширения вы хотите из этой папки использовать. И таким образом Chrome понимает, что эти разрешения надо включить. И все, и вы можете включить этот блок и вообще забыть про рекламу и трекеры и все остальное. Не надо компилировать и релизить это все. Так, плагины. Ну, к примеру, таких плагинов довольно много. Есть еще сами плагины под Puppeter, чтобы что-то не писать. Их довольно много, целых 30. То есть не так плохо все. И у нас есть плагины, которые делают наш парсер более скрытным, чтобы сайты не понимали, что это парсер, ни в каким образом на сервере не догадались. Но это такой себе способ, потому что рано или поздно сервер может вычислить нас. Вот. Ну, давайте пока об этом не будем говорить. Давайте поговорим о том, как скачать файл. То есть еще интересный кейс, когда мы качаем какой-то тяжелый контент. Скачать картинку — это хорошо. Скачать текст — это классно. А скачать какой-то файл или видос или еще что-то — это гораздо веселее. Например, из Яндекса мы можем скачать какой-то файлик. Мы можем опять же использовать ту штуку, которая прослушивает, а какие файлы мы открыли в браузере. И, например, мы можем по пути получить этот стрим и сказать «Сохрани вот этот стрим, пожалуйста, нам в папку. Нам он пригодится потом для наших злодейств». Вот. Например, в Яндексе мы можем что-то скачать. Вот. Пример. Например, файлик какой-то качается. Мне очень не нравится Яндекс, поэтому про него много будем говорить. Вот. То же самое можно сделать в коде, только я буду качать не большой файл, а маленький файл. SVG. Картинку. То есть я буду качать логотипчик. Вот таким вот способом. Ну, почему логотипчик? Потому что тяжелые файлы на самом деле таким способом скачать нельзя. Ну, иногда печатаюсь. Вот. Ну, если прочекать, то все нормально. То есть все дамки плюс-минус рабочие. Так. Вот мы скачали SVG. Это Яндекс с помощью кода. Да, с того самого сайта. Почему большие файлы нельзя скачать? Потому что ребята, разработчики вот этого безголового хрома решили, а какого черта вы будете качать оттуда большие файлы? Вы его используете для тестов. И зачем вам в тестах качать файлы больше 20 мегабайт? Вот. Поэтому они просто… Он просто их игнорирует. Вы ничего не можете с ним делать. Но вы можете получить ссылку на файл. А раз вы получили ссылку на файл, вы можете скачать его руками. То есть сделать дополнительный запрос и получить стрим. То есть… Но сайты имеют некие косяки. То есть энкодинги указывают не все. Многие банят, когда вы часто делаете запросы. Но это все можно решить. Вот. Почему? Потому что они защищают свой контент. Есть несколько видов контента. Есть дешевый там этот текст, который вы так или иначе видите. Его спрятать невозможно. Если вы видите, вы можете его скачать. Как ни крути. Есть дорогой контент, который это картинки, аудио-видео файлы, которые защищают. Помимо всяких авторских прав, так еще есть просто корыстные права. А как они их защищают? Они добавляют некие DRM-системы. По сути, это дополнительный файл с сертификатом, который позволяет расшифровать это видео. Но в основном для стримов. Или используют временный токен. То есть, по сути, ссылка на файл временная. Да, через час или два часа ссылка пропадет, и все, вы не сможете потом скачать файл. То есть, а так, в принципе, никакой больше защиты не существует. И DRM-системы, и вот эти временные токены легко решаются. Вот. По тексту просто неинтересно это все делать. С картинкой тоже неинтересно, потому что мы знаем, как выглядит картинка, и куда ее можно в браузере впихнуть. Да, ее можно либо в tag-image впихнуть, либо впихнуть в tag-object, либо впихнуть в background-url в ксс. И, в принципе, мы regexp просто можем это все прочекать. То есть, тут думать не надо. С аудиофайлами гораздо веселее. Вот. Например, есть такой сайт, как SoundCloud, который не работает без JavaScript. То есть, мы не можем просто обычными HTML-разбором разобрать его. Зато у нас есть Puppeter, и есть такая штучка, как Vail.for. Мы можем подождать, пока что-то там загрузится. И самое главное, что большинство сайтов, они дружат с поисковиками и указывают мета-описание через схему. Собственно, мы можем их как-то универсальную штучку написать. Да, мы знаем, где будет лежать iframe. Он будет лежать в embedded URL. А что такое iframe? Это сам плеер. Многие плееры на сайте не уникальны на каждой странице. Собственно, если мы перейдем на сам плеер, он выглядит вот так. И мы, когда его запускаем, просто тыкаем в середину экрана, в плеере. Мы видим, какие файлы идут. Как я показывал в предыдущем примере с картинкой, когда мы видим, что идут какие-то ресурсы, Puppeter нам говорит, это такой-то ресурс. А еще мы видим, что файл заканчивается на mp4. Если посмотреть ссылки, можно где-то это найти. Собственно, если перейти вот по этой ссылочке, которая выделена, то мы видим сам файл. Только 9-секундный. Но на сервере нам никто не мешает склеивать файл. То есть если мы точно знаем, что там файл частями идет. Пример даже история с видео. То есть есть, опять же, ссылка на плеер. Плеер выглядит вот так, например. Мы видим, что плеер идет куда-то. Там есть какая-то сложная математика внутри JavaScript, из которой нам говорят, что типа это сложно получить эту ссылку прямую на файл и скачать его. Но если просто дернуть ссылку, которую они дергают по итогу, мы видим, что ссылка на файл довольно прямая. Нам даже думать ничего не надо. Мы можем по ней качать. И мы можем вообще все это легко решить. То есть мы можем по экстеншену файла определить, что это за файл. Банально. Потому что никто не отправляет файлы, например, видео в формате каком-нибудь txt. То есть, ну, как бы они могут это делать, но никто не шифрует экстеншены. Все отправляют как есть. Это mp3.u8? Пожалуйста. Вот. Вы точно знаете, что это за файл. И браузер знает, что это за файл. Ну, и, собственно, вы можете что-то с этим делать. Ну, и, как видите, тут банальный fs, то есть нодовский, позволяет сохранить стрим как файл. То есть мы получили ссылку, получили реквест там стрим, стрим сохранили. Все просто. Ну, и, собственно, надо стрим заканчивать. То есть он должен в какой-то момент скачаться. Все. Остальной код не так важен. Он, как бы, он есть, но он не важный. Собственно, логика такая, что мы получаем файл по экстеншену, берем какую-то папку, куда мы будем что-то качать, указываем экстеншены файлов, которые нам интересны, просто массивом, например, и можем это что-то куда-то скачать, сохранить. Ну, вот давайте посмотрим пример. То есть, видите, вверху ссылка. Мы качаем season war, то есть top gear, то есть качаем какую-то серию. Вот, смотрите, собственно, пока мы тут отвлеклись, файл скачался. То есть мы получили ссылку на файл. Если мы на нее переходим, она немножко битая, потому что то, что я говорил, временный токен, токен истек. То есть он уникальный на сессию. И мы не можем по прямой ссылке. Но файл скачался. Вот. Что еще можно сделать? Так как мы знаем, что примерно схема разметки страницы у всех примерно одинаковая, например, у сайтов с видеоконтентом, у сайтов с музыкой, с картинками, примерно есть описание, если они публичные сайты. То есть мы можем использовать схему так же, как и поисковик, и в принципе регулярно ходить на эти сайты и регулярно забирать контент, который новый появился. То есть потому что мы знаем сайдмап. А сайдмап они делают для чего? Для того, чтобы поисковик так же, как и мы, и делал. Собственно, это все легко решается, потому что есть конкретные модули на NPM. То есть не надо думать. То есть мы зашли и получили мапу. Где взять саму ссылку на сайдмап? Ну, по сути, можно в гугле ее найти. Вот. Если не нашли в гугле, то можно… Сейчас покажу. Ну, это неинтересно. Есть, например, сайт Alexa, где вы можете взять, например, топ-10 сайтов по той категории, которая вам интересна. Вам интересна музыка? Пожалуйста. Вам интересны книги? Вперед. Фильмосы? То же самое. Берете топ-100 сайтов, и этого достаточно. Почему? Потому что на самом деле сайтов, которые реально уникально раздают контент, вот эти уникальные плееры в Embedded URL, их из моей выборки у меня был сервис. Ну, он как бы есть, он работает. Вот. Я взял оттуда последние 10 тысяч сайтов, куда пользователи заходили за последние два года. Отфильтровал их по уникальным плеерам, получил 400 плееров уникальных. Отфильтровал эти плееры по доменам, получил 30 доменов. То есть 30 сайтов на самом деле раздают контент на все остальные сайты. Остальные сайты являются провайдерами и просто зарабатывают на рекламе. То есть вам достаточно топ-100, чтобы покрыть весь рынок контента. Собственно, парсер по итогу должен выглядеть примерно вот так. То есть вот тот, про который я рассказывал. То есть у нас есть puppeter, у нас есть request. Они в принципе работают для получения метаданных или с метаданными получают контент. Дальше у нас есть некий cherry или js-dom, который позволяет это все превратить в что-то, что нам удобно работать. Поверх этого мы можем сделать динамик API, то есть API, с которым мы уже будем работать и писать конкретные приложения с какой-то бизнес-логикой. И нам еще нужен некий шедулер, который будет периодически этот контент обновлять. Все. Чтобы нас не забанили и убрать всякие лимиты и все ограничения, нам потребуется еще какой-то прокси. Прокси может быть любой. Мы даже можем подменять агент и вообще полностью сделать неопределяемый сайт. Мы даже можем прикрутить стор впереди нашего парсера. То есть у нас всегда будет уникальный айпишник. То есть мы можем просто очень широко грузить странички. И очень легко мы можем подключить прокси к папетеру, чтобы он работал с этим прокси. Все очень просто. Шедулер. По шедулерам есть бул. Он вот так выглядит, весь код, который для него нужен. Все очень просто. Он работает через Redis, то есть делает очереди. Есть ноды шедулер, который работает как крон, тоже код очень простой. То есть с шедулерами вообще неинтересно обсуждать их. И у меня как-то шедулеры падали постоянно на моем сервере, потому что я ошибся с таймстэмпом. У меня был на машине на моей рабочей минский таймстэмп, а в продакшене был немецкий. И у меня из-за этой разницы постоянно шедулер не успевал закончить задачу и падал. А в какой-то момент я это поправил, и у меня ушел 3-гигабитный запрос на какой-то сайт, и тот сайт лег. Ну а мой 5-долларовый DigitalOcean забанил меня, чтобы я так больше не делал. Вот такая вот фигня бывает. Но это научил меня тому, что надо вот эти штучки ловить, и ловить эти штучки можно вот таким непростым, ну простым сниппетом довольно. То есть вот это важный код. То есть есть у ноды несколько способов, когда процесс ноды келяется. Вот мы его ловим и отписываемся от всех задач, которые мы в шедулер накидали. Вот, отписали, значит все хорошо. Все. Не так страшно. Ну есть еще готовые парсеры, намного более готовые, чем то, что я вам рассказал. То есть вот это X-Ray, он более готовый, примерно то же самое может делать, но более старым способом. Но большие компании так не работают. Большие компании данные покупают друг у друга. То есть это дешевле, это проще, это стабильнее, API не поменяется, там сайт не поменяет разметку. Ну какие-то данные можно купить, какие-то нельзя купить. Те, которые купить нельзя, они нужны. Ну вот старый добрый способ. Ну и дальше в конце есть где-то машин леунинг. Вот. И собственно вот так это все у них выглядит. Как защитить свой контент? Да, вот например, мы с одной стороны рассмотрели, давайте рассмотрим с другой стороны. Вот у меня есть сайт, я там сделал свой уникальный контент, сделал какое-нибудь Яндекс.Видео с чужими плеерами, но уникальный. Вот. Я не хочу никому раздавать эти чужие плееры. И поэтому я хочу как-то защититься. Что я могу? Я могу подумать о своих пользователях. То есть какая защита моим пользователям будет нужна, ну как бы, но не будет им мешать. Как защититься от DDoS-атак? То есть, ну грубо говоря, если у меня контент уникальный, рано или поздно меня начнет кто-то парсить, либо боты будут очень часто ходить, и все равно нагрузка будет расти. Я могу сделать какие-то уникальные токены, по которым буду уникально отслеживать пользователей и не давать какими-то там парсерами или реквестами запрашивать данные. Но это все очень тоненько работает. То есть для самых-самых-самых начинающих девелоперов это может остановить. Мы можем делать временные пути и постоянно менять ссылки. Для каждой сессии может быть уникальная ссылка, и мы можем таким образом ограничивать количество запросов на каждую ссылку. Да, там скажем до трех. Вот. Мы можем завести черные листы, белые листы, но так или иначе в какой-то случае пользователь, реальный пользователь, не бот, может попасть в эти блок-листы, и мы его просто забаним по IP. Или выскочим. А ты точно не бот, дружочек, нажми там галочку, выбери там крыша, не крыша, там что-нибудь, какие-то квадраты. Это все очень недружелюбные сценарии. Мы можем завести вот такую еще штуку. Это honeypods, кто знает? Нет? Никто? О, есть пару человек. Собственно, мы можем завести контент, который специально для ботов. И типа давать им какие-то калличные данные. Они парсят, и в какой-то момент их сервисы показывают какую-то какашку. И мы такие, ууу, мы их наказали. Все, мы молодцы. Но это точно так же может случайно попасть и реальному пользователю. То есть мы можем сами себе в ногу выстрелить таким способом. Вот. Мы можем постоянно менять дом-структуру. То есть у нас будут, например, ссылки на классы будут прям вот генерироваться там просто рандомно. Еще вложенность HTML-ов может быть динамически как-то догенеривать лишние там теги. Ну, это тоже довольно странная практика. Мы можем… Самый крутой способ – это обновлять стек технологий. Да, вот когда вы используете shadow root, например, спарсить контент уже намного сложнее. Прям на уровень выше. Потому что обычным jQuery ты не можешь достучаться к элементу, который лежит внутри shadow root. Все. Надо как-то думать. То есть намного сложнее. То есть обновляете свои технологии, значит пользователи отстают, парсеры отваливаются. Вот. Вы можете включить DRM-сертификаты и страдать дальше всякой фигней, но это стоит денег. То есть вы начнете тратить больше денег на защиту, а толку от этой защиты все равно будет… Тот, кто захочет украсть, он украдет. Вот. Например, BBC. Да, вот они потратились на DRM-защиту. Вот. И вот демка показывает, что DRM-защита точно работает. То есть мы можем открыть нетворк, посмотреть, каким образом идет контент, вот отловить в какой-то момент… Вот он, контент побежал. Смотрим. MP4S – это под DRM-ом штука. Она требует сертификат. И что мы делаем? Мы говорим, а мы мобильный пользователь. А для мобильного пользователя DRM-защиту не включают. А знаете почему? Не знаете? Она требует вычислительных мощностей. Если пользователь будет смотреть видео, защищенное DRM-ом на телефоне, батарея у него очень быстро будет высаживаться. Прям очень быстро. Поэтому мы говорим постоянно, что мы мобильный пользователь, и все раздают нам контент бесплатно. Так что такая защита на тоненького. Вот еще более прикольный пример защиты. Да, вот есть сайт, который прям готов. Он ворует чужие данные и говорит, я не хочу, я аж ворую, я никому не хочу их отдавать. И он просто подумал, окей, я сделал свое приложение, суперсложное для понимания, чтобы никто не смог разобрать, как мы эту черную магию делаем. И, ну, как он работает? Да, то есть мы берем какую-то ссылку на товарища из Яндекса. Ну, просто не нравится мне Яндекс. Вот. Мы кидаем эту ссылку в этот сайт, и он говорит, вот скачай. Да, то есть в принципе то, что вот мы могли сделать парсером, мы можем делать без парсера. То есть готовым к каким-то сервисам. Но если мы такие залезем в код и попробуем разобраться, как же, блин, они это делают, как вот нам получить ссылку, чтобы мы могли динамически кидать вот прям в URL туда то, что нужно, и получать ссылку. То ихний код выглядит вот как нечто непонятное. То есть они, ну, есть такой способ опускации джаваскрипта, сделать его, там, заменить весь код, например, на скобочки, там, кавычки и вот 6 символов там записать весь код. Ну, вот это вот об этом. То есть превратить это обратно в JS, ну, хрен пойми, что там все равно получается. Мы можем это сделать, если потратим время, да. И банально, банально эта вся штука решается очень просто, потому что мы джаваскриптер. Вот, мы немножко нормализировали код, мы нашли это место, поставили breakpoint и проверили, а что же это вот по итогу получается и что оно делает. Вот, такая штука. То есть по итогу вот буквально полчаса тыканье и играю в угадайку, мы получаем вот такой JS объект, который в принципе лежит в виндуе, у которой есть скоуп. И мы видим, что мы видим? А мы видим то, что у него есть, сейчас, у него есть некая штучка, которая ведет насылку на дом. И нам не нужен парсер для этой штуки. Мы этот скрипт просто можем на ноде вкинуть в некий eval, назовем это sandbox, запустить, достучаться до того же скоупа, кинуть туда другую ссылку и он нам опять ее разберет. То есть нам потребовалось буквально полчаса игры в хакатон, чтобы подобрать комбинацию, которая работает. Sandbox, есть sandbox модуль такой. Вот, он позволяет безопасно вызывать eval на сервере. То есть на всякий случай, если вдруг они нам кинут потом какашку. Собственно мы вызываем, получаем ссылку на файл и вот это все работает без какого-то пайпити, сложной логики, нам не нужны большие вычислительные мощности, нам нужно просто вызвать чуть-чуть кода. Вот, примерно так это работает. То есть мы берем опять же вот эту смешную ссылку. Давайте другую. На того же товарища, но смешную. Деловой интернет. Вот, мы ее кидаем в пример, проверяем, что все вызывается. То есть другая ссылка, что все не замокано. Мы еще на всякий случай выведем URL, что мы точно получили прямую ссылку на этот файл. Оп, оп, оп. Опа. Вот наша прямая ссылка на то, чтобы скачать стас с YouTube. Довольно, ну на всякий случай. Вот. И мы смогли скачать. Супер. Нам не потребовалось никакой сложной магии, чтобы скачать файл. Нам потребовалось немножко подумать, как работает другой сайт. То есть усложнение вашего сайта для защиты контента не работает. То есть тот, кто хочет, он потратит лишний час и разберется, как вы сделаете. Вы сделаете еще сложнее, он потратит еще один час, и ну как бы будут гонки. Поэтому, если вы хотите защитить свой контент, начните его продавать. Вот. Просто доступ. Ну, берите за это деньги. Это дешевле, чем вы будете постоянно пытаться что-то там придумать так, чтобы защититься. А человек будет думать, по сути, решите друг другу проблему. Собственно, вот. Вот. Вот так. Спасибо.